Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги», говорим о Пятикнижии, говорим о Торе и двигаемся вслед за Авраамом. Не знаю, как вы, я все время, когда возвращаюсь к этим передачам, их просматриваю снова и снова, у меня такое ощущение, что как бы меня промывает. Знаете, как будто я промываюсь, потому что я по-другому смотрю на все, что написано. Я перестаю это овеществлять, я не вижу там уже людей, я вижу там эти силы. Я начинаю это видеть. Советую вам время от времени возвращаться к этим передачам, лично я советую вам, и вы почувствуете, как это действует. Итак, с нами, как всегда в студии, наш проводник Михаил Лайтман. Здравствуйте. 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 Мы с Авраамом. А Бог сказал Аврааму после отделения лота от него, «Подними глаза свои и посмотри с места, на котором находишься, на север, на юг, на восток и на запад. Ибо всю страну, которую ты видишь, тебе отдам ее, и потомству твоему навеки». То есть человек видит как бы издали... С высоты какой-то. Да, с высоты свой эгоизм, все свои желания. Всю свою эту землю, да. Да. И он представляет себе уже более-менее, как так издали, насколько это можно представить, не окунаясь в них, в эти свои огромные всевозможные желания, во всю свою внутреннюю эту бездну, он начинает видеть, что это все ему предстоит исправить, взять под себя, под свой контроль, под свою власть, со свойством Авраама владеть этой землей, желанием. И именно в таком состоянии, тогда он сможет достичь равновесия, связи, слияния с Творцом. А что это за голос Бога в нем? Вот еще раз скажите. Это вот эта точка в сердце, которая его все время ведет. И она ему указывает. Все твои желания, все твои свойства, все, что в тебе есть, ты должен из них сделать подобие мне. И я сделаю потомство твое, как земной песок, так, что может ли кто исчислить земной песок. Так и будет исчислено потомство твое. Встань, пройди по этой стране в длину ее и ширину, ибо тебе я отдам ее. То есть с этим своим свойством, которое называется Авраам, свойство полной отдачи, начинай исправлять все свои желания вдоль и поперек. С востока на запад и с севера на юг. Это называется с точки зрения отдачи и получения. С севера на юг называется отдача и получения. С востока на запад это тоже отдача и получения, только в следующих координатах, в других. Вот и в соответствии с тем, что вы сказали, я смотрю, заглядываю, что дальше происходит. Пошли войны. Да. Войны пошли. И сразу же внутри человека возникают огромные-огромные проблемы. Потому как он начинает исправлять эти свои желания со свойством Авраама. И не так-то это просто. То есть тут уже начинается исправление. Исправление – это всегда война. Но война – это не то, что нам кажется в нашем мире. Это внутренняя борьба человека. Он должен отделиться, противопоставить себя против этих желаний, увидеть, каким образом он сможет одолеть их. Естественно, что у него никакой возможности одолеть эти желания, потому что они являются естественными, природными. Нет возможности их сокрушить. А когда он призывает к себе силу Творца, притягивает к себе силу Света, с этой помощью он побеждает. И поэтому таким образом все эти желания, которые проявляются сейчас перед ним, находятся перед ним, они всегда представляются ему огромными, страшными, невозможными преодолеть, победить их. Но именно это вызывает в нем необходимость связаться с Творцом. То есть эти все свойства, которые сейчас в нем пробуждаются, жуткие, эгоистические, на самом деле они толкают его к Творцу. Поэтому называется «помощь против тебя». А вот почему здесь говорится «вели они войны с Берой царем с дома», именно и с Бершей царем Аморы. Войны ведутся с ними. Да. Все эти... Это как бы... Олицетворение. ...название этих сил, которые находятся в человеке. Причем эти имена, они очень четкие, они состоят из определенных символов. Гематрии. Да, которые говорят о том, какие желания в этом участвуют, в каких совокупностях, как они соответствуют свойству Авраама. То есть человек здесь начинает видеть те силы природы, которые находятся в нем. Здесь, ну как в нашем мире, мы изучаем там все частицы атома, затем сложение его в молекулу, в молекулу, затем соединение молекул, достижение органических каких-то вот свойств и так далее. То есть здесь начинает человек изучать, откуда происходит его природа, что является в ее основе, каким образом он, углубляясь в нее, может начать ее исконно изнутри, из самого ее внутреннего состояния преображать в свойства отдачи. В результате этой войны? Да. Но война должна быть, да? То есть не может быть. Война – это противоположность этих двух свойств, и постепенная его победа, это значит, что он берет эти свойства эгоистические и начинает ими альтруистически уже двигаться вперед во все большем подобии Творцу. Свое все большее подобие Творцу, свое развитие как человек, Адам подобный, от слова «подобный» Творцу, слово «Адам», он строит именно на том, что побеждает все вот эти вот эгоистические свойства, делает из них подобие. А убитые есть в этой войне вот эти эгоистические свойства? А есть свойства, которые он не может исправить, увести в плен, сделать их своими и так далее. Эти свойства он только над ними приподнимается. И поэтому есть свойства, из которых он делает рабов, есть свойства, из которых он убивает, есть свойства, которые он изгоняет от себя, есть свойства всевозможные, всевозможные. Но потом, в конечном итоге, мы знаем, что все эти свойства, с которыми он сейчас не взаимодействует, не женится, допустим, на их женщинах, не берет к себе и так далее, не привлекает к себе. Это свойства, которые он откладывает на дальнейшее, когда он будет намного сильнее и сможет их выбрать в себя. То есть это внутренний мир человека, они остаются в нем. Сколько частностей, сколько каждое имя, я уже затрудняюсь прочитать. Нет, это все только лишь еще... Крупица, да? Да, это все лишь поверхностное сообщение нам о том, что находится внутри нас и каким образом мы должны проходить этот путь. Но когда ты его проходишь, ты не замечаешь всего этого многообразия, обилия, вот этих вот свойств и желаний, потому что это твоя жизнь, ты должен в этом находиться. И каждый раз, когда это проявляется, это же проявляется как тьма и свет, это дает тебе все больше и больше картины высшего мира. Я творец и между нами что? Как я приближаюсь к нему, как взаимодействую, как я начинаю обретать его формы, обретать его силы, как я при этом вдруг раскрываю еще целый уровень моего существования. И все это захватывает, это все такое приключение, как у маленького ребенка, который открывает для себя мир. Поэтому здесь нет усталости, здесь нет страха, здесь наоборот раскрытие, раскрытие. А вот я должен, как начинающий, например, читатель, вчитываться в эти вот имена, которые непонятны? Нет, нет, только лишь понимать общую канву этого всего повествования, потому что затем, когда начнешь проходить, начнешь понимать смысл этих слов. Вдруг ты видишь, и ты вместе с тем, что видишь, начинаешь понимать, о, это называется так-то, а это действие называется так-то, а это животное, а это человек, а это то-то, так-то называется. И ты видишь их образы, как бы в земных образах, их нету в земных, но ты начинаешь так себе их представлять. Это типа как сна, но на самом деле это явные силы, которые вот таким образом действуют. Эти имена, они универсальны для меня, для Африки, России? Не важно, для кого это интересно. Они универсальны. Имя здесь, ну, какое хотите, я возьму, ну, царем свое имя. Душа создана по образу и подобию Творца, состоит из десяти сферов, из десяти частей, которые ты можешь делить на 365, на 248 эти части, всего на 613, их еще делят на подуровни пять частей и так далее. Короче говоря, у всех один стандартный набор в итоге всех желаний, всех свойств. Разница только лишь в какие желания, какие свойства в ком-то больше и в ком-то меньше. Но набор джентльменский, так называемый, во всех одинаковый. То есть 613 желаний, и все они проградуированы по пяти уровням. А вот как каждое из желаний, насколько оно больше или меньше другого, вот эта совокупность вся, этот спектр, как бы, каждого из нас, он у каждого свой. Как ты делаешь отпечаток пальцем, так ты можешь сделать отпечаток с души каждого. Это будет тот же самый отпечаток, он будет личный у каждой души. А, личный у каждой души. То есть для кабалы существует ментальность человека или не существует? Так получается, что нет. Каждый читает это и каждый воспринимает именно так. Нет, но в каждом это воспроизводится в его наборе свойств. Так же, как мы с тобой смотрим один и тот же фильм, переживаем по-разному. Одну и ту же картину видим, по-разному. Музыку. Все по-разному. Каждый воспринимает в себе все-таки в отличие от другого, потому что ничего подобного между нами, абсолютно подобного нет. А разве мы с вами не плачем в одном и том же месте в фильме? Все равно каждый плачет по-своему. У каждого свой нюанс. В этом мы отличны, иначе бы не отличались души друг от друга. Телами мы понимаем, что мы отличаемся. А вот если бы не было тел, наша внутренняя часть, если она бы не была составлена из 613 сил и свойств, если бы они не были бы у каждого в собственной комбинации, то они были бы одинаковые души. То есть представляли бы собой одну. Какая-то духовная генетика такая. Да, конечно. У каждого свой набор. В результате всех этих войн вот что происходит. В долине же сидим множество смоляных ям. И когда цари с дома и Аморы бежали, то упали туда, а остальные же убежали в горы. А те собрали все имущество с дома и Аморы, и все съестные припасы их и ушли. Они взяли также лота, племянника Авраама, с имуществом его и ушли. А он жил в доме. Что это за смоляные ямы такие? Они упали со своего уровня власти, силой, царством. И это олицетворяет их полное, полное как бы уничтожение, низвержение до самого низшего уровня. Вот смоляные ямы до самого низшего уровня. Да, смоляные ямы, да. Они такие затягивающие, черные. Да, что там, да, там уже... Подняться оттуда как бы и невозможно. Нет, невозможно. То есть те свойства, те силы, те желания, которые были в человеке эгоистические, они избавились от власти эгоистического направления. И теперь они становятся просто нейтральными как бы. Ты можешь брать их и начинать использовать на дачу, на любовь. Вместо того, чтобы, как они были использованы с эгоистическим направлением. Как я понимаю, лот был взят в плен. И вот продолжение такое. И когда услышал Авраам, что родственник его пленен... Пленен, то есть взят в плен эгоистически больше, чем он сам, потому что лот всегда стоял на своем. Твое, твое, мое, мое. То есть это еще не самый большой эгоизм. Эгоизм самый большой. Мое, мое и твое, мое. Вдруг появился больше эгоизма. Вот появился такой эгоизм, который взял в плен этого лота. То есть скачок эгоизма произошел в человеке. Да. И тут Авраам уже не может отделиться просто от него и ждать. Он должен прийти ему на помощь, хотя бы вернуть его в прошлое состояние. И это он и делает. То есть в человеке возникает вот такая вот картина внутренних соответствий сил, когда он обязан те силы, которые были, в общем-то, более-менее нейтральны. И вдруг он видит, что под возросшим эгоизмом с левой стороны эти бывшие нейтральные силы тоже примыкают к этому эгоизму, тоже идут вместе с ним, он увлекается этим эгоизмом. И тогда единственное свойство Авраам, которое еще осталось у него, обязаны прийти и воевать с этими поработителями лота. То есть это тоже взгляд со стороны Авраама, Авраам не может допустить. Да, этим уже определяется три состояния. Авраам, Лот и та левая сила, крайне левая, которая взяла Лот в свой плен. То есть уже есть несколько, человек начинает видеть в себе все больше и больше составных частей в своем внутреннем наборе свойств и сил. Это, как в кино говорится, точка переворота такая существует. Ну да, уже возникает в нем очень много вот этих вот цари, которые потонули в этих смоляных ямах, бежали и так далее. То есть это внутренняя борьба между большими-меньшими эгоистическими свойствами, за власть, какой из этих свойств куда поведет. То есть у него у Авраама уже возникает ощущение, что можно подтянуть лота, вытащить его оттуда и начинать его исправлять. То есть наступает это время. У него нет другого выхода. Он не может двигаться дальше. С другой стороны, он понимает, что если не будет Лот посреди, то просто он окажется перед страшнейшими эгоистическими властителями, царями в нем. Человек начинает бояться, что тогда они то единственное намерение, движение... Надежду эту, да? Да, надежду они погубят. Какие эгоистические его свойства. Он останется... Он не сможет даже быть в каком-то промежуточном состоянии. То есть все перейдет налево. И только маленькая эта искорка, которая называется Авраамом в нем, и она может исчезнуть. И когда услышал Авраам, что родственник его пленен, выстроил он своих воспитанников, домочадцев, 318 человек, и погнался до Дана. Ночью он бросился на них в рассыпную, сам и рабы его, и бил их, и преследовал до Ховы. До обязательности, да. А, в переводе... Да, Хува... Да, Андан – это от слова Дин, это суд, то есть до того состояния, когда он совершает суд над ними. То есть когда здесь говорится «погнался до Дина», это значит «погнался до вот этого суда». Да, до суда, до противостояния. И потом заставил их в том числе и бежать до Ховы. Со стороны отдачи, милосердия, в сторону суда. Суда. Север – это суд, это жесткость. А что это за... что это за Дамаск? Это потом мы поговорим. Потом мы к географии не имеем никакого отношения. Нет, да, это все... Все-таки появляется... Почему? Потому что мы будем говорить об этом с Элиезером. Да, да, да. Из Дамаска. Придет время. После этих событий было слово Бога к Аврааму. И видение такое. «Не бойся, Авраам, я защитник твой, а награда твоя очень велика». И сказал Авраам, Господь Бог, что даешь ты мне? Вот я отхожу бездетный, а домоправитель мой – это Элиезер из Дамаска. И сказал Авраам, ведь не дал ты мне потомка, и вот домочадец мой наследует мне. И вот слово Бога ему, не будет тебе наследовать этот, но лишь прямой потомок твой будет наследовать тебе». Да. То есть Элиезер из Дамаска, я вижу, что нет... Нет выхода. Да, надо выговорить. Сказать Элиезер из Дамаска. Да. Эли-Эзер – это значит помощник Творца. Эли-Творец, Эзер-Помощь. Да. Которая дана Аврааму. Причем дана Аврааму от сил очень жестких, противоположных Аврааму во всем, в общем-то. Да. Но ведет высшая сила человека в том, что помогает ему, дает ему возможность постепенно стать сильнее, как ребенок. Но что он делает? Ничего. А с каждым днем он становится сильнее. Ножки сильнее. Вдруг, да, ручки, ножки становятся или ползает еще, но становится сильнее. То есть природой так создано в нас наше продвижение вперед в духовном мире, что развиваются в человеке изначально вот эти вот две противоположные силы. Сила Авраама – это считается южная сила, отдача, любовь, милосердие – основное его, основное свойство. И вот дается ему помощь северная сила из Дамаска. Божья помощь, так называемая. Эли-Творец – это на самом деле скрытая сила Творца, которая, в принципе, что говорит Авраам? Если эта сила будет вместо меня, то кто я такой? Я же хочу, я достичь Творца. А если эта сила будет вместо меня, то это не я, это не моя работа, это не человек достигнет Творца, это будет работа самого Творца. Ну где же тогда творение пропадает? Мне надо, чтобы я был в этом, чтобы именно мое потомство, то есть человеческое, а не Божья сила какая-то, бы руководила этим. И поэтому он просит у Творца, дай мне из себя родить следующую ступень. Вот я свойство отдачи, свойство милосердия, а дальше? Какое следующее свойство может в меня родиться? И вот именно благодаря помощи этого Элезера, который находится рядом с Авраамом, рождается уже следующая ступень Авраама. Благодаря этому рождается мысль Авраама просить следующие свои ступени, да? Да. Своего сына дать. Да, если бы Элезера не было, то он бы не задумывался, как просить, о чем просить. А именно благодаря вот этому вот противопоставлению себя и Элезера, он говорит, а где же я буду в этом состоянии, в следующем? Дай мне, чтобы я смог родить. Нам кажется, Авраам – это такое близкое состояние, это основа всего. Из него возникли вообще все философии, все восточные философии, все религии, они называются. Авраамистическими религиями – иудаизм, затем христианство, ислам, мусульманство. Но это не, на самом деле, не то, что он считает, что должно быть. Потому что он желал бы покорить природу свою, а сейчас он еще этого не видит. Двинемся вперед. «И поверил он Богу, а он засчитал ему это в праведность. И сказал ему, я Бог, который вывел тебя из Урказдима, дабы дать тебе эту страну в наследие. Но тот сказал, Господь Бог, как узнаю я, что буду наследовать ее? И он сказал ему, возьми мне трех телиц, трех коз и трех ягнят, а также горлицу и молодого голубя. И взял он ему всех этих, и разрезал их пополам, и положил часть каждого напротив другой, а птиц не разрезал. И спустились на трупы хищные птицы, но Авраам отогнал их». Вот тут картина идет, тут кино. Ну, представь себе, что это все свойства внутри человека. Что для того, чтобы приблизиться дальше к Творцу, Творец ему говорит, ты можешь это сделать, в тебе существуют свойства внутренние. Но эти внутренние свойства, ты должен вытащить их наружу. Эгоистические свойства есть в тебе, но просто они были задавлены Авраамом, который в тебе. А вот начинай их вытаскивать. Птицы, животные, то есть различные эгоистические желания, проявления их. Начни их вытаскивать, начни их разрезать, начни видеть, что у них внутри. Вытащи их внутренности наружу. И ты увидишь, что ты с помощью этих свойств, если ты, Авраам, берешь эти эгоистические свойства, ты можешь приблизиться дальше ко мне. И при этом создать такие условия, когда из тебя родится уже следующая ступень. Ицхак. Поверьте мне, я говорю, это не просто так с сожалением. Я говорю, что наша передача подходит к концу. И, дорогие телезрители, наша передача подходит к концу. К сожалению моему, я надеюсь и к вашему сожалению. Мы продолжим наш путь с Авраамом и дальше. Оставайтесь с нами, будьте с нами на следующих наших передачах. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok